Каждый раз, когда мы приезжаем на ферму к животным, очень хочется помочь. И вот, наконец, сегодня, может быть, у нас получится, хоть ненадолго, стать причастными к созданию деревенского счастья, в данном случае лошадиного. Оказаться среди великолепия крымских гор приятно всегда. Впереди – синего моря, справа – четвердак и бабуган-яйла, слева – загадочная и каменистая Димирджи, красота, которая покоряет и дарит ощущение полета. А если к живописным видам добавить еще и общение с такими умными и прекрасными животными, как лошади, то определенно появляется желание остаться здесь жить, жить, работать и дарить радость другим. С нашим героем Рэмом так и получилось. Он бывал в разных уголках планеты, но родной Крым все время тянул обратно. И теперь здесь Рэм строит свое будущее. Он рад гостям и сразу переходит на «ты». И это покоряет настолько, что, оказавшись здесь впервые, чувствуешь себя старым другом, каждой улыбчивой лошади и их гостеприимному хозяину. Ну а уж от друзей точно не скрывают рецепт счастливой жизни. Вот, возможно, мы и узнаем, из чего оно складывается – деревенское счастье. Это у нас Майбух. Три года коню, крепкий, хороший, мерен. Работает, не скакал. Я в основном рабочий, крепкая лошадь. Это у нас Мамайчик. Бураком его кличут. Млечный путь Маиса – чистокровный арабчонок с Краснодарского ипподрома. С Краснодарского ипподрома были завезены его родители, а родился он уже у меня. Так что он здесь стоит. Руфи. Настоящая кличка Руфи Анн. В переводе с английского – резвая. Она действительно резвая лошадь. Хорошая. Ну, спокойная, хорошая, но побегать она всегда любит. Цыган. Обычный, хороший, крепкий, малый. Тоже скакал в свое время, сейчас ему тоже 13 лет. Крепкий, хороший малыш. Спокойный, детей возят. Часто приезжают глухонемые, слепые, безрукие, безногие даже были. Вот, можете представить, приезжают. Ну, они хотят кататься, ну, ребенок хочет кататься. Вот. Это на Цыгана, либо на Тиару. Вот. Все. Они спокойно относятся, потому что лошадь чувствует таких людей. Посадил, он спокойно идет, даже ничего не надо делать, он просто будет идти за тобой. Это наш Эдик, Эдуард. Тоже он, да, красавец, побегать он любит. Танка не конь, блин. Ну, он сейчас спокойный, уже тоже 13 лет возраста. Вот, молодец. Этот наш Аскер. Работяга. Вот, не скакал, но крепкий, сильный конь. Вот, если кто-то потяжелее приезжает, я стараюсь больше 100 килограмм не брать. Вот, ну, 80-90, это на него. Вот, у него спина крепкая, ноги мощные. Этот наш эфир. Этика Фаренгейт. Вот, отличный конь. Вот, не раз выигрывал, много раз побеждал. Вот, скакал везде по всему Крыму. Сейчас спокойный. Еще есть красавец Сантьяго. Он в конюшне новичок. На нем пока ездит только сам Рэм. Рядом друг с другом стоят Цитиус и Тиара. Весьма резвые, спортивные скакуны и хорошие родители. Их двухлетний сын Тициан показывает отличные результаты и усиленно тренируется. А недавно и у кобылы Руфи родилась дочка Рица. Красивая, как и ее мама. И раз мы со всеми теперь знакомы, попробуем пообщаться поближе. Оля, ваша лошадь заждалась у вас. Я с этой стороны, с правой от коня? Да, давай сейчас. Сюда, проходи. Оля, Оля, нам сюда. Так, я боюсь. Не бойся, не бойся, проходи, не бойся. Они у нас смирные, спокойные. Да, 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 да. Так, мы сейчас его попросим. Все, что касается лошади, все делаем с левой стороны. Так, запись пошла, нет? Все делается с левой стороны. Начинаем слева, потом переходим направо. Как седлаем, начинаем слева, переходим направо, заканчиваем слева. Чтобы лошадь почистить, температура 38 градусов нормально. А при работе нагревается до 60 градусов. Можете представить, как лошадь нагревается под седлом? Вот, то есть, у нас в правой руке обычная шкрепница. Пользуемся обычным ковриком, пластмассовым. Это лучше для лошади щетка. Она мягенькая, плавненькая. Вот, мы сбиваем все заклейки, чтобы она лошадь поработала. Взбиваем всю пыль, аккуратно, сильно не давим. Наберем просто мягенькую щеточку и по шерсти ее смахиваем. Лошади любят, когда гладят. Движения должны быть ровные, плавные, без дергания. Вот, но всегда одна рука должна быть на лошади. Любое ее движение, она сначала тебя отталкивает. Вот, и так же, чтобы не наступила на ноги. Лошадь, говорит, никогда не наступает. Наступает. Всегда может случайно наступить. И вот таким движением мы ее прочищаем. Все, прошу. Как зовут коня? Эфир. А, это тот самый чемпион. Да, да, да. Это эфир, тот самый чемпион, известный очень. И вот видите, немножко у меня получается то, что я снял Рэм. И очень приятно всегда познакомиться с таким великим и красивым конем. Эфир, он от этики и Фаренгейта. С Вачесарайской конючни он. Находится он уже у меня 10 лет. Коню уже 13 лет. Уже в возрасте. Ну, порох в пороховнице у него до сих пор есть. Побегать он всегда не против. Медитативное очень занятие. Конечно, эфиру, несмотря на то, что его имя непосредственно связано с нашей профессией, и он, само собой, попадет в эфир нашего телеканала, лучше будет, если мягкая щетка перейдет в руки Рэма, рядом с хозяином, спокойней. Мы можем в этом убедиться прямо сейчас. Рэм покажет нам, как нужно учить молодого коня разным необходимым приемом. Эфир уже всему обучен, поэтому на сцену выйдет Тициан, который пока немного побаивается новой публики. Тихо, маленький, тихо, тихо, маленький. Тихо. Самое главное, вывести его на круг. Хорошо работает, активно, резвый, но очень хорошо слушается повода. Изначально обучает лошадь, приучает ее к седлу, приучает к этим веревкам, приучает ее к поворотам, отрабатывает ей рот, чтобы она очень легко поворачивала, легко слушалась. И потом уже сам садись вверхом. Когда я уже сам потихонечку катаюсь, потом начинаешь, естественно, идет процесс тренировки. Это в два, в два с половиной года поворот. Опа! Давай, пошел. Потом идет процесс тренировки. Первые месяца рысь уйдешь. Это аж до апреля месяца надо его рысить. Только потом уже начинаешь кинтировать. Этот горный конек в горах вырос от хороших кровей. То есть ему уже два с половиной года, а у него уже мускулатура сложена, как у взрослой лошади. Это, естественно, будет боец. Чтобы набраться опыта для такой работы с лошадьми, конечно, нужно начинать с ранних лет. Но даже это не поможет без любви. Сказать, что Рэм просто любит лошадей, мало. Для него каждый конь – это близкий друг и товарищ на всю жизнь. С самого детства я начал любить лошадей. Как отец говорит, одному купил мотоцикл, второму уже ребенка. И с этого, говорит, пошло. Первое знакомство с лошадью – это уже было в Крыму. Дядь Степан был, такой покойный чабан. Когда мы приехали, он проезжал по деревне на телеге. В общем, маленькими были. Тут догоним, телегу сзади сели. Вот там что-то подкрикнул. Ну, потихоньку-потихонечку уже в телегу заводил, уже верхом нас катал. И вот, что там, 9 лет мне было тогда. С 9 лет я уже начал ходить. Потом уже сам ходил к ним, помогал им, работал. Потом устроился на работу чабаном. И как бы пошло, отучился на ветеринара. Пошло более профессионально. Когда уже уехал в Ирландию, в Ирландии я работал 2 года, у Эйдена О'Брайена в фирме «Болидойл». Очень хороший тренер по скаковым лошадям. Ирландия, ну, там подход совсем уже совершенно другой к лошадям. Там лошадей понимают, к лошадям относятся. Естественно, там и спонсирование идет больше. Представляете, королевские скачки, да? Там скачка за скачкой. Каждая скачка там, блин. Вот если в конюшнике, где некие стоят, одни миллионники. Пошло 3 миллиона евро, 2 миллиона евро, миллион евро. И пошло бесконечно. Ну, там одни миллионники стоят. Естественно, подход совершенно другой. Вот там уже взял. Потом уже, когда она началась, переехал уже сюда, в Крем. Предложили участок взять здесь, 7 соток. Вот на этой поляночке я. Палатка стояла, мебель стояла. В доске какие-то материалы. Вот это вот потихонечку встроили. Все это делали. Конюшни встроил и дом встроил. У меня было всего 4 лошади. Цезарь, Эдик, Юта и Аскер. 4 лошади. Потом один, второй, третий. Появилась, закрутилась. Давай людьми работать, давай с людьми работать. Экскурсии водить. И вот потихонечку уже 9 лет я здесь. И пока мы беседовали, пара лошадок вернулась с прогулки. Значит, пора их напоить и накормить. А в горах и вода, и еда вкуснее. Чистый воздух нагоняет аппетит. И лошадки, хорошо потрудившись, понимают, что их ждет щедрое угощение. После прогулки лошадь надо обязательно напоить. Она отшагалась, отдохнула. И пить она все время хочет. Особенно в летнюю погоду они просят пить. Кто-то меньше пьет, кто-то больше пьет. Кому-то надо 2 ведра, кому-то ведро. Вода здесь родниковая, с гор бежит. С высоты 1050 метров бежит вода. Труба проходит рядом в деревню. Нам дали техусловие, мы посоединились. И успешно родниковую воду поймем своих лошадей. Вот так вот. Вода идет самотеком. Поэтому немножечко прыгает. Ну да, возду попадает. Прыгает, пока она сойдет. По 5 ведер в день. Каждая лошадь минимум в жару. Ну все, допил, давай ведро. Ну здесь в горах сена нет. Все приводится со Степного Крыма. Тоже Белогорский район, Симферопольский район. Приводится оттуда. В основном стараюсь на сезон взять люцерку. Потому что лошадей нужно кормить хорошо. А в межсезонье уже берешь более-менее такую луговую траву. Луговая трава, там тоже есть разные сорта цветов. Есть все. Не только люцерка. Я думаю, лекарственные какие-то травы тоже. Ну естественно, где есть трава, там есть и лекарства. Мы вся жизнь у нас построена на этих травах, на этих лекарствах. Поэтому им тоже нужно. Взять то же самое солому. В соломе много йода. Йод тоже лошадям нужен. Много железа. Тоже железо нужно. Овес там тоже идет 6-8 килограмм. Кто 6 дает, кто 8 дает. Когда они работают, я ей 8-10 минут даю. И стараюсь овес брать плющеный. Не обычный, а именно плющеный. Он легко усваивается. Лошади легко его пережевывают. И, кажется, более усваиваемый такой получается. К этому плющеного овсу добавляем еще и отрубе. Немного делаем кашу. Специальная ванна. В ванне это мы все замачиваем. Все это перемешиваем. Оно вкуснее. Это мешаешь. Уже сам думаешь, блин, какую вкусняшку я им делаю. Блин, саму захочется покушать, да? Добавляешь соль, минералы тоже. Ячменную дерь добавляешь. Обязательно. Чтобы не просто был овес. Просто по всем тоже нельзя кормить. А когда гости приезжают, у них не возникает желание поваляться здесь? Потому что у меня возникло моментально. Да, конечно, возникает. А можно, говорит, мы его оставимся? Я говорю, где вы жить будете? В Сенавале? Первый вопрос. Первый вопрос. В Сенавале. Хорошо, у нас в спальнике будете спать. Просто они не знают, что сеном очень можно хорошо поцарапаться. Ну, не знают они же. В Москве живет, там же Сенавала нет. Приехали туристы в диковину. Но все равно, как вы сказали, один запах только маленький, чтобы лечь, поваляться. Все-таки пахнет кем, чем деревней пахнет, чья с ним пахнет. Вот оно, да, где. Деревенская жизнь требует исполнения определенных правил. Может, при работе с лошадьми нет необходимости вставать до рассвета. Но есть необходимость быть и ветеринаром. С этим проблем нет. Наш герой как раз по профессии ветврач. И кузнецом. По крайней мере, умение подковать коня – это то, чему пришлось научиться довольно быстро. Постоянно нужно кого-то просить. Постоянно нужно нанимать. А лошадь ковать надо. Работать надо. Был здесь один, такой дядя Миша. Я говорю, дядя Миша, ну, покажи, как мне ковать надо. Ну, мне показал, объяснил. На самом деле, это несложно. Но надо знать, это не просто так. Что взял, там, а прибил. Такого не получается. Нужно инструмент иметь, чтобы было все под рукой. И все остальное. Кто сегодня подопытный? Аскер. Этот аскерчик. Ему уже 10 лет. Мерин. Спокойный. Но без подков вообще не ходит. Если подкову потерял, пока ты не подкуешь, он ходить не будет. Отказывается. На подкову привариваем арматуру. Шипы такие большие делаем. Именно три шипа. Чтоб уже как-то более-менее держалось. Этой подковы хватает буквально на полтора-два месяца. Ну, лошадь-то надо через каждое 40 дней ковать. Вот возьмем подкову, которая уже, да, была. Вот она полтора месяца отходила. Что осталось от шипов? Есть разница, да? Да уж, конечно. Вот. Поэтому грунт здесь очень тяжелый, каменистый. Чтобы не стерлись у них ноги, копыта. Вот. Надо прибивать. И постоянно. Ну, зимой уже, конечно, не подковываем. Часто спрашивают, зачем лошадь-то ковать? Они же на природе, говорит, так же передвигаются. Это считается, как говорится, неправильно. Если бы не только по травке ходили. Ну, да. Когда лошадь на свободе, она, естественно, выбирает, куда поставить ногу. Давай тебе, говорю, разбуем и отпустим. Как ты будешь идти? Будешь выбирать, куда тебе наступить, где меньше камней. Ну, да. А если тебе одеть седло, дать сзади кнутом, вот, и направить ровно по дороге, что-то твоих ног останется? Ничего. Станки, что удобно, в руках копыта не держишь. Поставил его ногу, зафиксировал. И работай сколько хочешь. Какие интересные ощущения у самого коня от этого? Он терпит. Он реально терпит. Вот. Может, где-то ему не нравится. Может быть, еще что-то. Но дело в том, что он где-то терпит. Просто понимает, что нужно одевать. Обувь. Ей не больно. Ничего ей не давит. Нигде не ущемляет ее. Естественно, она будет стоять спокойно. С подковой. Кстати, вот этот молоточек в Сирландии привез. Очень удобный. Сколько лет он у меня уже? Десять лет работает. Все прикольно. Этим же молоточком можно откусить. Мне кажется, что в Ирландии вообще это имеет такой культ коней, да? Да. Ну, чтобы вы понимали, представляете, в Ирландии на 13% лошадей больше, чем людей. Как вы думаете? Наверное, кто такая лошадь знает, да? Все, готов? Да, этот готов. Молодец, малыш, молодец. Все, он сам знает, что молодец. Смотрите, стоит спокойно. Он знает, что ему больно не сделают. Да, провернись, провернись, малыш, провернись. Вот так вот. Красавчик. Аскер теперь готов к новым заданиям, равно как и все остальные. К тому же большинство лошадей в конюшне Рэма хорошо обучены и в прошлом спортивные скакуны. На их счету множество наград и призовых мест. Это все здесь мы, кажется, заработали в Крыму. В Крыму были скачки, проходили на Станице Вольное, на Бурюче, в Пахчисарайском районе. В Симферопольске тоже были скачки. Это вот все, кажется, насобиралось потихонечку. Многие скачки, которые заработал Эфир, Эйдик, местная селекция, Эфир полукромный, чистокромный гарант. Я тренер, естественно. Отмеченный наградой тренер. Да, это мне дали на Черных Камнях в Пахчисарайском районе на закрытие с какого сезона. А сложно ли быть тренером? Это как и, не знаю, тренер это тот же самый, кажется, муж в доме. Ты же смотришь за своей семьей, смотришь за своими детьми, та же самая и за своими лошадьми смотришь. Ты же отправляешь ребенка в школу, ты его должен подготовить, купить то, это, это. Это та же и лошадь. Нужно ее накормить, подготовить, отренировать, чтобы оно все было подготовлено. Подковать, правильно витамины дать и все остальное. Подобрать джокея, подобрать грунт. Это, как говорится, нужно просто все знать и делать это. Здесь ничего сложного нет. Институт заканчивать не надо, высшее образование иметь. Просто начинаешь тренировать лошадь. Вот, говорится, дедовский чемоданчик. Здесь у меня хранятся призовые седла, они называются. То есть, это призовое седло. Оно само весит вместе со стременами 200 грамм. Можете представить, да? Оно лежит на холке у лошади. При этом, когда жакей на коротких стременах, вот, можете представить, да? На коротких стременах стоит на лошади, приклонившись коленами. Вот, при этом у лошади освобождаются задние ноги. И освобождается поясница. То есть, она больше может отталкиваться именно с задними ногами. А жакей уже балансирует свой вес на лошади. Он ведет лошадь именно таким образом. Балансируя и лошадь, и себя. Интересно. Это непросто так на этом седле сидеть. Нужно научиться, вот, укрепить, говорится, и ноги свои, и все остальное, и иметь навык. Это непросто так сел, опа, и на этом седле поехать. Не, на этом седле... А ты сам как-то учился, да, вот, в работе с лошадьми? Ну, конечно. Был, может быть, кто-то старший учитель? И старшие учители были, и, говорится, тренера были. Может, работал на конзаводах, на Одесском подроме тоже был. Там все это рассказывалось, все показывалось, все объяснялось. Естественно, это... Я хотел этому научиться. Теперь можно и отдохнуть. Хотя это и не записано в деревенских правилах, но без отдыха. И жизнь в деревне будет не в радость. И тут очень кстати чай из горных трав, собранных на склонах Четердага, сладкое варенье из дикого кизила и кот, который будет мурлыкать на коленях. Вот с какой стороны смотри, это жизнь на свежем воздухе. Поэтому, что бы ты ни делал бы, все равно ты выходишь на улицу, ты уже дышишь свежим воздухом. Тем более здесь, в горах, в лесу. Какой приятный воздух. Конечно, это, как вы говорите, кайф, деревенские жизни. А вот это вот и есть. Что бы ты ни делал, копаешь, навоз выбираешь, таскаешь, поешь, чистишь. Все равно ты на воздухе находишься. Вышел, уже дышишь. Это нигде. Там сидят тоже люди. Они тоже люди, они тоже работают в офисах. Собственно, вот эта традиция чайпития, она очень крымская. И как вот приезжая сюда гости, почему здесь чай вкуснее? Во-первых, говорится, эта трава, которую здесь собирают люди, она здесь в горах растет. Она питается теми же минералами, как говорится, дожди. И, как говорится, в тандеме с водой она как раз получается именно тот цейтнот, который нам нужен. Именно чай получается на горных трав. Те же самые минералы. Взять эту же траву, привезти домой, заварить, как говорится, в дистиллированной воде уже нету получается. Люди иногда специально возвращаются, чтобы у меня чай попить. Вот как ты их крути, это тоже своя фишка. Хочешь чай, приезжай ко мне. Это вкусняшки для людей. А для лошадей какие обычно бывают вкусняшки? Люди многие привозят лошадям. В основном сахар, морковка, яблоки и все остальное. У меня вкусняшка для всех одинаковая, овес. Всем вкусняшку раздал, все они тебя уже счастливы, любят тебя, потому что они же сытые. Вот это вот для них самое лакомство от меня. Иногда, конечно, балуешь сахарочком, морковочкой кого-нибудь побаловать. Надо молодого, когда приучаешь, сахарка там ему, морковки тоже, чтобы уже приучался. Вот маленькая родилась, тоже начинаешь гладить ее кусочек хлеба, либо еще что-то. Уже к рукам потихонечку приучаешь, чтобы она такая дикая не была. Работать с лошадьми сложно, но их любовь все окупает. Да и мы самим очень нравятся гулять по горным тропам и открывать новые маршруты. К тому же о них заботится их лучший друг, и он знает, что их счастье не менее важно, чем его собственное. Почему я Крым люблю? Крым я ни за что не поменяю. Потому что Крым – это лучше всего. Где я только не был, лучше Крыма еще ничего не увидел. Много ездил, много путешествовал, но вот эти вот виды – это же все. Здесь, говорится, родная земля, все родное, все свое, вода и то-то хорошее, да, своя вода. За водой скучаешь, за воздухом скучаешь, за этими видами скучаешь. Здесь земля круглая, куда хочу, туда и веду. Здесь везде можно гулять. Это не Ирландия, туда нельзя, сюда нельзя. Здесь Крым, куда хочешь, туда и едь. Можно, говорит, на северную, поехали на северную, можно южную, поехали на южную, на четвердак, поехали на четвердак. Ну, там есть у нас заповедные места, туда нельзя, мы туда не лезем. Нам сказали туда не ходить, мы туда и не ходим, с лесниками дружим, нам лесники разрешают здесь ходить, мы и здесь гуляем. Крым, куда только не посмотри, откуда только не посмотри, он везде красивый. Хоть переедь за четвердак, смотри на четвердак красивый. Хоть ты ездишь в Феодосию, смотри на те горы. Он везде красивый. Лошадь счастливая, когда она сытая. Вот она, счастье. Она когда сытая, она... Лошадь все нужна. Корм, воля и общение с человеком. Вот три фактора. Воля, корм и общение с человеком. Больше лошади ничего не надо. Если, как говорится, эти все факторы есть, то лошадь счастливая. А тебе что нужно для счастья? Мед для счастья? Да, для счастья много человеку надо. Совсем немного. Я так думаю, что без лошади, наверное, я точно бы не смог. Лошадь, семья, дети. Для счастья нужно. Вот так вот. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok